Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня же у нас довольно интересный ролик. Во-первых, мы рассмотрим изменения в сентябрьском патче на Корее, а во-вторых, есть небольшая информация про изменения зимних патчей на Корее. Ну и начнем, конечно, с сентября. Около города Ривергард в локации Нистра появится еще один мост. И, как пишут сами разработчики, одного моста явно не хватает для передвижения, тем более учитывая, что большое количество игроков везут через него паки для катапульта во время разлома. Угу. 8 лет возили, и тут на тебя. Оказывается, мост надо поставить. Это, конечно, да, полезное изменение, но вот на кой менять интерфейс панели семья? Типа она станет более информативной. Кому это вообще нахрен надо? Ну и вот еще одно изменение в плане интерфейса. Для улучшения видимости в игре внешне был изменен курсор. И помимо этого, в настройках самой игры появилась возможность самому его изменить и сделать, как вам нравится. Здесь у нас есть три варианта размера курсора и пять вариантов его цветов. Но вот это изменение, как по мне, уже полезно становится со временем, потому что есть игроки, которые имеют 2К-мониторы. У них весь интерфейс и так будет уменьшен, потому что у них 2К-монитор или мониторы, которые большие, скажем так, не самые стандартные размеры. Там все будет и так уменьшено, даже несмотря на то, что есть в настройках параметры увеличения и уменьшения самого же интерфейса. Но вот насчет цветов я бы здесь, конечно, поспорил, потому что здесь есть, по крайней мере, два точно очень спорных цвета. Это, конечно же, голубой и зеленый, потому что они явно будут сливаться, голубой будет сливаться в воде, а зеленый практически в любой локации, потому что в любой локации есть какая-то зелень или много зелени. И я даже не говорю про какой-то PvP или какие-то экшеновые моменты, где нужна в какой-то, опять же, момент реакция тебе мышки куда-то щелкнуть. Даже просто банально сидя на огороде, тебе будет неудобно, потому что, как бы, растения-то зеленые. Как-то нелогично немного. Ну да ладно, может кому-то такое и понравится. И насчет мелких изменений пока что все, и мы подошли к самому большому и основному, как я понимаю, изменению сентябрьского патча на Корее. А это появление в игре гильдийной PvP PvE арены-данжа. И я не ошибся, я перечислил практически все. Вы сами сейчас поймете, почему я так сказал. И здесь нужно учитывать то, что я сделал перевод той информации, которая есть на данный момент. И она есть не вся и не точная, поэтому, возможно, какие-то небольшие изменения в будущем будут, после того, как уже данное изменение будет установлено на Корее. Там уже будет более подробно, там уже будет более наглядно. Окей, поехали. Сама же арена-инстанс пока что будет называться оборона границ измерений. Для нее создается команда из четырех игроков одной гильдии. Здесь нет ограничений по ГС или уровню вашего персонажа. Ну и давайте немного предыстории. Все уже знают, что в локации Ифнир, Накшасы, через разломы в пространстве, пытаются попасть в наш мир. И это уже не единственное место, где они пытаются это сделать. И вот теперь они пытаются пройти в наш мир через инстанс Последний Рубеж. И вот чтобы это предотвратить, их наследники, то есть мы, игроки, создали устройство, хрен ее знает, правда, каким образом, но да ладно, которое должно предотвратить их вторжение. В самом начале, когда вы заходите на арену, идет подготовка и все игроки ждут у святилища богини. Затем открываются ворота и игроки проходят дальше на начальную точку. Здесь вы можете найти некого NPC, офицера снабжения, и получить у него баф своего класса. Каждый баф увеличивает дополнительный урон Милику, Луку, Магу, Ахиллу, дополнительную эффективность исцеления. Также он увеличивает скорость передвижения и восстановления маны. Но на какое количество не написано. Сама локация является переделанной версией локации инстанса Последний Рубеж. И вот вам для сравнения. Слева новая арена, справа инстанс Последний Рубеж. Здесь на карте мы можем найти основные места и строения. А это начальная точка, устройство восстановления измерения, это то, что в центре стоит, алтарь красный, алтарь фиолетовый, я для упрощения так назвал, и портал измерений. Здесь одним из самых важных элементов является осколок измерений. Его мы будем использовать для своего устройства, чтобы предотвратить вторжение Накшасов. Их можно будет найти, убивая мобов. И здесь далее как-то логично и нелогично все идет одновременно. Потому что чем больше их собирает ваша команда, тем она ближе к победе. Логично. Также вы можете убивать игроков из другой команды, чтобы они меньше набрали осколков измерений. Но если мне не изменяет память, мы здесь закрываем межпространственный разлом, чтобы в наш мир не пришли Накшасы. И здесь проводить соревнования, кто больше соберет, мне кажется не совсем логично, не то место, не то время, как говорится. Один осколок измерений дает одно очко. И чем больше у вас в наличии этих осколков, тем больше у вас очков. То есть идет один к одному. Но учитывается наличие только одного, двух, трех, четырех, пяти, десяти или пятнадцати осколков измерений в наличии у команды. Также в локации находятся два алтаря Накшасов, которые вы собственно видели на карте, которые вы будете использовать в своих целях. Накопив пять штук осколков измерений, их можно будет использовать на данном алтаре, чтобы облегчить ваши сражения против мобов. Помимо мобов, здесь появляется еще и босс Накшасов. И подойдя уже к другому алтарю, использовав на нем уже десять штук осколков измерений, можно будет вызвать специальное оружие для помощи в его убийстве. Ну а для основного устройства, которое стоит в центре, понадобится пятнадцать штук осколков измерений. Будет ли это конечная цель, которая приведет к вашей победе, я не знаю, но пока что написано вот так. И здесь, кстати, может быть, что эти осколки вовсе не тратятся, а их просто нужно собрать, и чтобы они были у вас просто в наличии. Но тогда это не особо логично, получается всего максимум пятнадцать мобов будет. И у многих, наверное, возник вопрос, а где же пвп-то? У каждой команды в определенный момент появляется возможность активировать портал на базу сопернической команды. Конечно же, с использованием осколков измерений. На вражеской базе вы получите специальные бафы и навыки. И здесь вы можете как сражаться со своим соперником, так и просто мешать им собирать осколки измерений. Ну и сейчас давайте я поясню к тому, кто не понял, или те, кто не совсем все понял, выровняю всю информацию, чтобы было все более понятно. Пока что, опять же, на мой взгляд, как это будет выглядеть с учетом той информации, которая есть. Как я понимаю, у каждой команды есть как бы свой данж с мобами, с алтарями и прочее. И в какой-то момент, возможно, немного подсобрав осколков измерений, появляется возможность активировать портал, использовав который, вы попадаете в такой же данж к другой команде, которая для вас является соперником. И вот там уже вы можете сражаться друг с другом. Ну или, в принципе, вы никуда не пойдете, ни в какой портал, а уже к вам придут. Поэтому, в принципе, вы и видели в начале двух NPC. Просто один с красным флагом, другой с синим. Ну и что же мы получаем в конце в качестве награды? За победу, проигрыш или ничью мы получим монеты драконов и очки чести. Но их количество пока неизвестно. Но, помимо этого, также будет составляться некий рейтинг гильдий по данной арене инстансе, где игроки гильдии также получат награду в зависимости, конечно, от места в рейтинге, которое заняла ваша гильдия. Ну и, скорее всего, данный рейтинг будет обновляться ежемесячно. Ну и теперь, я думаю, вы поняли, почему я сказал, что это PvE PvP Arena Instance. Потому что это реально все в одном. И, в принципе, вот эта вот картинка данной арены мне нравится. Идея прикольная, не особо логичная в плане лора, как я уже и сказал. Потому что там разломы, две команды соревнуются. Там кто быстрее закроет этот разлом, ну как-то странновато. Хотя, чё удивляться, в солнечке та же самая фигня. Когда коты с западом дерутся, чтобы убить мобов, которые приходят из разлома. Но здесь, как по мне, может скрываться огромный жирный нюанс. К сожалению, это может быть дристалка. Если брать во внимание то, что здесь не учитывается ГС, не учитывается уровень. Также мы получаем как бы стандартные бафы. Тут же, кстати, странная скорость передвижения и восстановления маны. Это, конечно, напрямую не указывает на то, что это дристалка. Но, надеюсь, что это не так. Ограничения по ГСу и уровню могут быть сняты. Потому что разные гильдии, разные игроки в гильдиях играют. Бафы здесь могут оказаться просто бесплатным бафом. И вам не обязательно юзать свои бафы. Так что довольно скоро уже узнаем, будет ли это никому не нужное дерьмо-дристалище. Или будет довольно интересная штука. Ну и в конце у нас некий информативный десерт. Правда, непонятно с каким вкусом. Во второй половине этого года, включая предстоящую зиму, разработчики также планируют добавлять такой контент, как реорганизация системы ремесленного мастерства, добавление в игру нового снаряжения, появятся дополнительные очки боевых умений, рейдовый босс Левиафан получит свое пробуждение. Никаких подробностей пока что вообще нету. Как будет изменено ремесленное мастерство, хрену я знаю. Тут вообще, в принципе, крафт нужно оживлять в игре. Там его практически нету. Насчет нового снаряжения, я не думаю, что это будет прям новый какой-то шмот. Да и, в принципе, в ответах они у себя писали, что какого-то нового снаряжения пока что не будет. Хотя, может быть, хрену я узнаю, на какое они там вопросы отвечали в этом плане. По логике, по логике, наверное, это будет Эфен. Во-первых, игроки, которые себе одевают Эфен, они уже давненько себе его уже сделали. Эфен также начали делать и другие игроки, которые себе делают только пухи. А шмот оставляют там румянский, допустим. То есть он становится более доступным. И вот чтобы у игроков, которые себе уже сделали Эфен был стимул, они сделают новый грейд. Тем более, я думаю, не стоит говорить, что игроки, которые ходят в Эфене, они как бы далеко не все возят паки. А денежки как бы любят все. И тем более, у большинства игроков, я думаю, румянка, румянка последнего грейда. Это очень хороший шмот. Да, у Эфена есть свои плюшки и преимущества над румянкой. У румянки, опять же, в свою очередь, есть свои плюшки и преимущества насчет Эфена. Но Эфен посильнее будет, но не настолько. Так что введение нового грейда как бы повысит Эфен в ценности, в характеристиках над румянкой. Но это будет как бы выделять. Вот выделение произойдет игроков, которые себе сделают новый, скажем так, если он будет опять же грейд Эфена. Будет выделять как раньше. Как раньше до румянки. То есть, игроки в Эфене, это было у игроки в Эфене. Ну а ваше же предположение, пишите в комментах. А вот насчет новых очков боевых умений, если я правильно это перевел и понял, я бы не хотел. Да, умений будет не хватать всегда. Сколько бы тебе очков этих не дали. Разве что, если ты по фуллу все умения можешь взять. Но тогда реально нужно будет уже заказывать себе пианино из Алиэкспресс. Я на секунду представил, как игроки в Архедж играют на пианино и играют своим персонажем. Тогда у всех, правда, начнется прокачка ремесла музыцирования. Ну да ладно. Ну а что касается босса Левиафана, его пробужденной версии, я предполагаю, что будет та же самая лажа, как и с Кракеном. Просто добавит ему ХП, парочку новых умений и все. В плане лута с него практически ничего не изменится. Просто шмот будет падать с большей частотой. Если уж с Кракеном ничего масштабного не сделали, то здесь уж подавно. Ну а на этом у меня пока что все. Свои мысли, мнения насчет всех этих изменений пишите в комментах. Ну и также подписываемся на канал, прожимаем колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А на этом у меня пока что все. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok